Чем ближе к выборам, тем больше нарушений. История кыргызского парламентаризма знает немало примеров, когда приближающаяся дата голосования до предела накаляла общественную атмосферу. Вброс бюллетеней, карусели на участках, подвоз избирателей. Это приметы 90-х, начало 2000-х годов. Форма номер два – подкуп избирателя и административный ресурс. Это уже новейшая история Кыргызстана. И каждый раз все начинается задолго до самих выборов. Еще никогда Центра избиркома не было легко и просто провести ни одну выборную кампанию. Скандалы, интриги, расследования были приметами всех выборов. Причин было множество, начиная от агрессивного желания кандидатов победить, заканчивая правовой безграмотностью населения. Всю свою историю независимости Кыргызское предвыборное право – это сложный законотворческий кроссворд, в который каждая из партий хочет вписать свою букву. Причем не всегда подходящую, но такую им нужную. Достаточно вспомнить пресловутый избирательный барьер, который похож на детскую игру в скакалке – то вверх, то вниз. Отсюда постоянная борьба за голос избирателя, который нужно получить любой ценой, даже в денежном выражении. Таким образом, у депутатского мандата тоже появилась стоимость. Чем больше вложено в выборы, тем дороже мандат. Вся госмашина все эти годы вела вопросы дискредитации. Дискредитация, вот сейчас последняя, это дискредитация партий. Что во всем виновата партийная система. Хотя при партийной системе мы фактически не жили. И во всем виноваты такие догматические. Во всем виноваты то НПОшники, которые живут на западные гранты, хотя правительство само живет на эти гранты. То с этими Конституция у нас виновата, которую мы в самом деле не жили по этим нормам. И мы, вот как действительно настоящий кочевой народ, возвращаемся в Средневековье и живем по своим законам, клановым, родовым и так далее. Пресловутая форма номер два тоже не появилась на ровном месте. Когда-то те же политические партии, воюющие за каждый голос, спрашивали, почему у тех граждан, кто оказался в день голосования вне дома, нет возможности принять участие в выборах. По сути вопрос верный, ведь задача государства – обеспечить выполнение гражданского долга каждого из нас. Так и появилась форма номер два, позволяющая голосовать не по месту прописки. Но когда в 2020 году на выборах в парламент число таких людей стало измеряться тысячами, выяснилось, что закон можно обойти. Причем параллельно с этим применялся административный ресурс – подкуп и давление на электорат. Грешили в этом в основном партии аффилированные с властью – Кыргызстан, Беремдик и Микиным-Кыргызстан. Нарушения начались задолго до дня голосования. Но после того, как Центр избирком назвал победителями вышеобозначенной партии, стало очевидно, что без жесткоответной реакции такая практика будет продолжаться постоянно. Подковерные игры и манипуляции законом привели к тому, что предвыборная кампания стала похожа на войну за депутатские мандаты. Политические партии стали применять приемы, которые характеризовали их желание попасть в Джигуркукинеш. Чем изощреннее нарушение, тем больше стремление политика сесть в депутатское кресло. Так появились предвыборные ноу-хау, которые стали отголоском времени. Мобильный банкинг и ужин от кандидата – это форма подкупа избирателя, которая нигде не прописана законодательно, но по факту говорит о материальной связи между кандидатом и электоратом. Деньги теперь не дают в открытую, хотя кто-то из кандидатов все еще действует по старинке. На недавних выборах в местные кенеши были скандалы, когда в автомобилях агитаторов находили крупные суммы денег. Более прагматичные перечисляют средства на телефонные номера, мобильные кошельки или другие электронные носители. Проследить это крайне сложно, потому что деньги вносятся от частного лица. Так же, как и обозначить открытую связь между дружеским ужином, который оплачивает тот или иной человек. Обычная посиделка с необычной целью – проголосовать за нужного кандидата. Это лишь часть действий, которые можно квалифицировать как подкуп, но для этого нужны доказательства или хотя бы факты, раскрытые самими избирателями. Политические партии и люди, которые принимают денежные средства, они будут уже более аккуратны. То есть, опять же, мы возвращаемся к тому, пока они сами не откажутся от использования таких методов, они будут только, так скажем, модернизироваться, если так можно сказать. Те же политические партии и избиратели будут искать новые методы, как это сделать. То есть, основное, пока они не откажутся, они будут только искать новые формы и методы, как это сделать, чтобы это было наименее безопасно для них, допустим, так, и чтобы наименее были меньшие возможности, чтобы кто-то мог зафиксировать их правонарушения. Чтобы ограничить влияние денег на предвыборную кампанию, в избирательное право внесли еще одну норму. Она запрещает кандидатам использовать для агитации в свою пользу чужой авторитет. Казалось бы, как можно совместить эти два понятия? Но наши политики умудрялись совершать и такие нарушения. В частности, встречаться во время избирательной кампании с известными зарубежными политиками. На местный электорат это действовало как скрытая агитация, означающая поддержку кандидата извне. Кстати, и билбордов теперь будет меньше, чтобы шансы быть узнаваемыми были у всех, а не только у тех, у кого есть деньги. Перечислить все нарушения, которые характеризуют собой избирательную кампанию, крайне сложно. Их очень много, и все они, даже самые мелкие, все равно воздействуют на ход голосования. Однако, учитывая прошлогодний опыт, можно сказать, что терпение электората так же бескрайним быть не может. Возможно, в этот раз без нарушений так же не обойдется. Но отследить их будет уже гораздо легче. С каждым разом политические оппоненты становятся грамотнее.